Жена звонит своему мужу. Привет, дорогой, я в сауне. Здесь всё, как ты всегда и говоришь. Никаких баб, одни мужики. Вчера легла спать 21.00, и до часу не могла нарадоваться, что так рано легла спать. Блин, это же нужно было так напиться, чтобы позвонить 2 часа ночи своей жене и предложить поехать к бабам. Купи мне киндер-сюрприз. Тебе 27. Нет, одного хватит. Во всех детских поликлиниках висят плакаты с айболитом, а никого не напрягает, что он ветеринар. Охранник мебельного магазина ни одного раза не спал на одном месте дважды. Сёма, слышишь, сделай как колпачок с флешки. В смысле, потеряйся. Софочка, скажите, пожалуйста, откуда у вашего Яши такие густые блестящие волосы? Так он же их натирает каждый день яйцами. Ой, вот же акробат. Мама говорит дочке, доченька, я тебя прошу, не приводи этого парня к нам домой, ты же знаешь, как я нервничаю. Хорошо, мама, я сегодня пойду к нему домой, пусть нервничает его мама. Владелец овощной лавки говорит своей жене, Сара, сегодня ничего не покупай в лавке у Рубиновичей. Почему? Они у нас одолжили наши весы. Худенькие девушки считают себя полненькими, полненькие считают себя жирными, а жирные оденут леопардовые лосины и красавицы. Дорогая, а почему котлеты все разного размера? Ну, ты же сам просил, разнообразие в еде. Субтитры сделал DimaTorzok